Добрый день, друзья! Предыдущий мой видеоролик администрация YouTube ликвидировала, запретила к просмотру, ничего не объясняя, как всегда это делается у них. Уже не первый раз у меня снимаются ролики, без всяких на то оснований, но с определенными причинами. Причины состоят в том, что мировая пропаганда заточена на то, чтобы убеждать и пугать граждан, дезинформировать их и не позволять никаких альтернативных точек зрения. А точнее, позволять такие точки зрения только тем, кто находится на коротком или на длинном поводке и в нужный момент скажет именно то, что закажут. Либо заплатят, например, как профессиональным блогерам, либо натянут этот поводок какими-то другими способами, и вчерашний оппозиционер вдруг объявит, что надо голосовать за Путина или за какого-нибудь ставленника олигархии. Для того, чтобы нам освободиться от этой цензуры, конечно, нам нужен переход к национальному государству, где цензура тоже есть, и она обязательна и должна быть, но она должна сеть исключительно государственный характер и действовать абсолютно открыто. Все аргументы должны быть высказаны. У нас сейчас устроена такая система, в которой цензура есть, но эта цензура негласная, скрытая. И, например, на видеохостинге YouTube я нахожусь около 10 лет. За эти 10 лет сформировалась какая-то аудитория, образовалась какая-то тематическая линия, все как-то обустроилось, стало более-менее понятно, как что снимать, как распространять. И вот в какой-то момент администрация этой структуры начинает ломать твою стратегию. И без всяких объяснений ничего публично не делается, все скрыто. Якобы это какой-то международный ресурс, но если он международный, то тогда путинская администрация включена в эти международные ресурсы. И, как я абсолютно убежден, самый лучший для мировой олигархии правитель в России, в Российской Федерации точнее, это немножко, не немножко, а существенно разные вещи, это, конечно, Владимир Путин. Поэтому вся эта система стоит на его защите. Пока вот ситуация такая стабильная для этих негодяев, тогда они не особенно замечают, ну что там, ну несколько десятков тысяч там что-то там посмотрели, неважно. А вот ситуация начинает ломаться, она нестабильна. И начинается поток вот этих цензурных изъятий, которые касаются и меня. Ровно так же действуют и многие другие интернет-ресурсы, то есть электронное пространство пронизано вот тем влиянием скрытых центров управления, которые не легализуются, не объявляются, не показывают нам свое лицо и даже не объявляют свою идеологию. Также вот YouTube, например, запретил какое-либо упоминание о Холокосте вообще. Вообще. Ну только, я не знаю, только представителям соответствующей в кавычках библейской нации, им разрешено говорить что-то такое вот, ну примерно так же, как сейчас начинают вместо правды о войне рассказывать всякие прибаутки в стиле советского коммунистического вранья. Ну так же и у них. Так же у них вот вранье можно, а правду или даже просто исследовательский материал, мнение нельзя. Вот есть иное мнение, нельзя. Есть исследование, нельзя. Даже просто что-то нейтральное, нельзя. Вот есть люди, которым, вот им можно, нам нельзя. Есть ресурсы, например, связанные с электронным книгоизданием. На территории Российской Федерации действуют тоже такие структуры, в том числе и международные, через глобальную сеть, через интернет. Такие ресурсы возможны. Например, я как человек наивный, пишущий книги, а не занимающийся там раскопками в информационном пространстве, кто чего стоит. Ну, я нашел ресурс поначалу для издания книг под названием «Ридер». Ну, я зашел, вроде все нормально, хорошо, как-то изучил это, начал загружать там книги одну, другую, третью. А потом мне говорят, так, вот это нельзя. Так, почему это нельзя, почему это нельзя? Объяснитесь. Долгие препирательства. Наконец, мне какую-то ахинею пишет якобы юрист. Ну, таких юристов, знаете, надо в три шеи гнать и диплом на глазах разрывать и бросать в физиономию. Вот, и после переписки я их сломал на то, что они говорят, ну, публикуйте, но только вот эти, вот эти, вот эти и вот эти фрагменты забейте звездочками. Ну, то есть, стопроцентная цензура. Ладно, думаю, но я вот специально, как бы, вот в пику я публикую материал о преследовании в судах по 282 статье с забитыми звездочками вообще всем. Фамилиями судей там, лжесвидетелей, экспертов, их доводы. Это все надо было забить, забить звездочками по убеждению вот этого ресурса «Ридер». Ну, я бы стерпел, когда это касалось бы одной книги. Но как только они начали изучать другие мои книги, они решили отказывать мне в публикации. Естественно, в предварительном формате, когда они завлекают писателя на свой ресурс, они не объявляют свои правила. А эти правила, ну, они просто отсутствуют, они где-то за кулисами. Я как хочу, так и ворочу. Я ушел с этого ресурса, все стер. Думаете, там все стерлось? Нет. Этот ресурс оказался просто воровским. Воровство, вот таким образом осуществляется воровство контента. То есть они просто крадут книги, которые я создал, и распространяют их там другим способом. Могут просто опубликовать целиком или фрагментом, или перенести там ссылку на какой-нибудь другой ресурс и так далее. А мне будут морочить голову, что якобы вот я там нажимаю кнопку «делит», и у меня там все стирается, все эти книги и так далее. Нет, вместе с обложками, с текстами, все пошло в сеть. Все на пользу вот этой воровской компании «Ридеру». Запомните, это название латинскими буквами пишется, появляется довольно часто. Второй ресурс, на который я пошел, это, думаю, ну, все, значит, здесь цензура, про путинские структуры морочит нам голову. А ведь для нас единственное средство просветить свои мозги, то есть провести дезинфекцию этих мозгов, это получать достоверную информацию и выверенное знание, которое я собираю как писатель, интеллектуал, носитель определенной истины, я собираю и предлагаю читателям. Мне это запрещают, я понимаю, что противниками чего они являются и, значит, сторонниками чего? Они являются сторонниками разрушения России и уничтожения, полного уничтожения русской идентичности. Вот, например, «Ридеру». Следующий ресурс, это был американский ресурс. Ну, я думаю, ну, у американцев, какая им разница, что я там на русском языке напишу? Я туда закачал, это довольно сложный процесс для того, чтобы все это отредактировать, чтобы все там автоматически обрабатывалось, включалось, рассылалось и так далее. Вроде бы ничего, все пошло, я закачал 30 книг, больше даже, больше 30 книг. И на тебе вот книжка про Холокост, да, Холокостера называлась. И пошла писать губерния. Вы должны стереть эту книжку. Вы так, объяснитесь, почему, почему стереть? Вот вы там, недопустимые высказывания, какие, пожалуйста, приведите. Нет, мы дали экспертам, они вот говорят, что все неправильно, надо стереть. Ну, давайте с экспертами поговорим, что конкретно строчки обозначат, что нет, нет. Сначала стирают три книжки, посвященные соответствующему вопросу, а потом, когда я им говорю, ну, вы последовательные сторонники Сталина, Гитлера и Путина. Вот, после этого они сильно так обижаются и стирают вообще весь мой аккаунт. Вот, поведение американского ресурса, он ровно такой же, как российский. И обладает совершенно теми же идеологическими ориентациями, которые заражают наше сознание вредоносными материалами. Ну, хорошо, он там англоязычный, по большей части, это публика для нас совершенно чужая, но на нас тоже отдача идет, потому что весь мир обманут. Весь мир последовательно обманывается вот этими ресурсами. Следующий ресурс, на который я пошел для книгоиздания, это, ну, самый, наверное, монополист, можно сказать, в России, с которым Ридера тоже связана, это Литрес. Литрес, я туда размещаю книги, я пытаюсь публиковать что-то политическое, нельзя. Ну, а вот просто нельзя и все, там недопустимые высказывания. Какие? Не отвечают. В диалог не вступать. Нельзя и все. Ну, и дальше, там, поскольку уж я так зарубился с ними, то они начали мне гадить во всем. Теперь я просто прекратил, там висят некоторые мои книги, но они ими не торгуют, то есть они объявляют, что они будут торговать и так далее. У них есть оферта так называемая, то есть объявленные заранее правила. Они меня ущемляют без всяких правил, без всяких правил. Я перестал там публиковаться. Получается, что электронная публикация книг, чтобы хоть какой-то доход получать как автору, невозможно, если ты носитель определенного знания. Остальным надо в голову вкладывать незнание, то есть заражать вот этими идеологическими вирусами мозги людей. Этим занимаются YouTube, Литрес, Ридера, вот этот американский ресурс, Smashwords и многие-многие другие. То есть идет целенаправленное расчеловечивание, уничтожение самой сущности человеческого мышления, критического отношения к действительности и разрушение социума. На что обращу особое внимание. Вот поколение, которое соучаствовало в разрушении СССР, это примерно вот мое поколение, и чуть постарше тем, кому сейчас, скажем, 60, 70, ну, 55-70 лет. Вот в таком диапазоне вот это предательское поколение, оно сейчас легко воспринимает то, что им навязывают, полное расчеловечивание. Социальная дистанция, говорят они, отойди от меня, ты на меня дышишь, ужас какой-то. Именно из этого поколения, из вот этих стариков и старух, которые соучаствовали в разрушении единой державы, откуда надо было просто выкинуть только КПСС, коммунизм, советчину и так далее. А государство-то кто обещал крушить-то, кто выступал на выборах с такими заявлениями? Никто. Но это была скрытая стратегия, скрытая задача коммунистической номенклатуры. Уничтожить великую державу. Действительно великую, она на костях и кровью и потом русского народа воздвигнута. Вот они ее уничтожили. Сейчас идет то же самое, теми же самыми скрытыми методами, необъявленными стратегиями, необъявленными правилами игры. Хотя бы в судах, когда по статье 2.8.2 кого-то судят, то хотя бы какой-то эксперт, ну полный идиот обычно, невежда, хотя бы что-то пишет и можно все это разоблачить, можно выступить в суде хотя бы, хотя суду наплевать на любые доводы, но хотя бы можно выступить в суде, опубликовать что-то. А эти действуют подспудно, они заражают наше сознание и стараются, чтобы никакие антивирусные средства не применялись против этих идеологических диверсий. Я еще раз, мне говорят, что вы так много разговариваете, и так уже весь интернет забит разговорами. Сначала было слово, сначала слово, правильные слова, правильное понимание. От этого идет, это предшествует любым правильным действиям. Какое-то правильное мировоззрение, это русский национализм. Это единственное средство, ни коммунизм, ни советизм, ни за СССР, ни за либерастию, ни выборы, все совершенно другое, все другое. Вам рассказывают, вам привычно, что нужны выборы, давайте мы выберем, народовластие, что такое-то никто не знает, его никогда в истории человечества не было. Но у нас вот эти идеологические вирусы внедрены, и у нас все это продолжается. Давайте, свобода во всем, свобода выбора, вот и в этом либерасты и коммунисты абсолютно одинаковые. И они стремятся только к одному, чтобы с ними поделились кусочком власти. Ну, с КПРФ поделились, они же уютно там сидят. 30 лет сидят абсолютно бесполезно, безвольно, бессмысленно. Это просто предатель, кучка предателей. И сама коммунистическая идеология, это идеология предательства. Она таковой была с самого начала. Не говоря уже о либерации, которая тоже подспудно существовала. И это 60-ники 19 века, и современные люди, которые вот... А мы за право свободы выбора. И вот наш убогенький гражданин, в кавычках, на самом деле обыватель, говорит, да, я тоже хочу, чтобы мне побольше свободы. Мне лично побольше свободы. Но если вам свободы, то тогда ликвидировать государство, ликвидировать право, ликвидировать все правила, ликвидировать мораль. Вот к этому все и направлено. А разрушение государства, права, морали, культуры влечет за собой и разрушение всего остального. Нет морали, нет здравоохранения, нет врача. Нет морали, нет учителя, не учат, нет университетского профессора, нет ученого. потому что человек, который вроде бы как работает в сфере науки, приучается к лжи. И вот так гибнет цивилизация. Если мы не проведем дезинфекцию своего мозга, если мы не откажемся от идей свободных выборов, каких-то там демократического правления, возвращения в СССР каким-то там якобы существовавшим принципам социальной справедливости, это все чепуха. В русском национальном государстве будут и принципы справедливости, не социальной справедливости вообще, а как части морали. И будут социальные системы, и будет защита свободы и прав гражданина. Но это может быть только в русском национальном государстве, когда есть хозяин, когда не демократия управляет, а мнение земли так называемое. А правец, да, либо национальный диктатор, переходный период, либо государь-император, русский православный царь. Вот эта концепция, эта концепция, ни у либерастов, ни у коммунистов такой концепции нет. Наша концепция детально разработана, чего у них также нет и никогда не было и не будет. И если меня спрашивают, что делать, я говорю, создавать русские национальные государства, воспитывать русское национальное мировоззрение в самом себе, и только это спасет нашу страну, только это спасет. А все остальное – это разрушительные стратегии, и от этого разрушения надо отходить в сторону, надо искать в самом себе вот этот антивирус, антитела, которые уничтожат, уничтожат все вредоносные, гибельные для русского народа концепции. Слава Руси, Господи спаси! Руси